Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать 1 кг вкуснейших креветок, которые я купила вчера. Я вам снимала влог, там правда все обсирают мой лук. Но ничего страшного, самое главное, что влог набирает хорошие просмотры. Я спускалась в магаз, ребят. Это был прикид для магаза. Я бы хотела посмотреть, как вы спускаетесь в магаз. Можно подумать, вы на шпильках спускаетесь в магаз. Так, ладно, ничего, приступим. Вот такие вот у нас креветки. После варки они, кстати, уменьшились в размере, но это было понятно. Люблю креветки, очень даже. Прям, знаете, самое любимое из морепродуктов лично для меня это креветки. Я люблю и в жареном виде, и в роллах. Очень люблю, когда присутствуют креветки. Но очень крупные эти я не люблю. Вот это максимум, это королевские, по-моему, они так называются. Раздеваем для начала. Первый пошел. Сегодня целый день просто потратила на то, чтобы сбросить влог на компьютер. У меня есть флешка. Она ужасная. Она постоянно глючит. Но я подумала, ничего, в последний раз этот влог засниму на нее. Просто потому, что не могла найти свою основную флешку. Точнее, их две. Ни одну из них не смогла найти в квартире. Не знаю, куда она затерялась. И я взяла эту флешку дурацкую. И как вы думаете, я засовываю ее в компьютер, и она просто не читается. Компьютер ее не видит. Я высовываю, опять засовываю эту флешку. Опять. То же самое. В общем, замучилась я. Встала, прикиньте, в 7. И закончила монтаж только в 12. Вот сколько времени было потрачено на некачественную технику. Поэтому не нужно жалеть деньги. Хотя бы раз в два месяца нужно менять флешки, покупать новые. Чтобы не подводили. В конце с горем пополам нашла USB от камеры моей. И через USB скинула. В общем, я, если честно, в технике немножко чайник. У меня вообще в камере там есть Bluetooth. Можно сразу через Bluetooth скинуть на телефон, на компьютер, куда угодно. Я просто не знаю, как эта функция работает. Поэтому пользуемся вот этими дедовскими способами. О чем я хотела с вами поговорить. Под видео, где я рассказываю о том, что Дом 2 закрывают, очень много комментариев по типу того, что... То есть его не закрывают, его переносят на другой канал. Много кто спрашивает, почему. Я тоже как зритель. То есть я не знаю, почему я не являюсь руководством Дома 2. Но в любом случае мне жалко, что этот проект закрывают, потому что я его смотрела. Мне было интересно. Хотя все считают, что Дом 2 смотрят только придурки. Я тоже была в числе этих придурков, так скажем. Вот. Я так поняла, что у них же сначала был остров любви, СССР, просто Дом 2, город любви ночной. И вот получается сначала они закрыли остров любви, потому что его уже никто не смотрел. Уже официальная версия, она доступна в гугле. То есть вы можете загуглить официальная версия, почему Дом 2 закрывают. Вот. Просто низкие рейтинги. Понимаете, у людей уже такой выбор, что можно посмотреть. Это раньше открыл телевизор, там несколько каналов выбрал. И все. Я лично, например, в телевизоре Дом 2 никогда не смотрела. Вот никогда. Всегда у меня в Инстаграме, там я подписана на группу. Там как раз такие эфиры. Захожу, смотрю, выбираю и все. Когда у меня есть время. Не то, что ждать, там смотреть рекламу и все дела. Целый час. Естественно, им нужны высокие рейтинги, потому что участникам нужно давать заработную плату. Немаленькую. Участников много. Всем нужно платить. И для этого нужны очень высокие рейтинги. Я думаю, что, скорее всего, из-за этого ни одна передача не может длиться вечность. Это понятное дело. Людям надоедает. Люди находят альтернативу. Например, проводят время в Ютубе. Вот сейчас вы, например, смотрите данный момент, видео мое на платформе Ютуб. Правильно. Когда Дом 2 открывался, не было Ютуба. Не было блогеров. Не было выбора. Сейчас есть это все. Но опять же, жалко, конечно. Некоторые спрашивали, если ты так хотела попасть на Дом 2, почему ты туда не пошла? И все дела. Я вам рассказывала, что в детстве я мечтала попасть на Дом 2. Почему не пошла? Да все очень понятно и ясно, мне кажется. Портить там репутацию не хочется. Мне кажется, это все-таки клеймо. А бывшие участники рассказывали о том, что потом даже на работу устроиться сложно. Не все работодатели берут участников телестройки. Так что как-то так. Но вообще, вот эти реалити-шоу и все такое, попасть в телевизор и все дела, это немного не мое. Мне нравится моя обыденная, не знаю, такая жизнь. Я не мечтаю о суперславе. Вот сколько у меня есть подписчиков, вот стабильно, чтобы всю жизнь мои видео набирали по 50 тысяч просмотров, мне хватит. Меня более чем все устраивает. Смотрела видео Антона С, он там по полочкам раскладывает, что, как, почему произошло. Вот. Возможно, вам не интересно, но мне интересно поболтать на эту тему. Напишите ваше мнение. В комментариях. Вот вам жалко, что эпоха Дома 2, она прошла и проект закрывает. Вот как вы думаете? Говорят, что типа на другом каком-то канале будет что-то наподобие Дома 2. Это будет какой-то музыкальный проект. Надо учитывать, что сколько расходов еще у Дома 2. Мы просто со стороны там смотрим. А каждый из участников, он же ест, спит, правильно. Использует электричество, плюс ему платится заработная плата. Тоже немаленькая сумма. Участников много. В общем, жаль. Еще, кстати, одна из передач, которая очень сильно меня разочаровала. Я вот искренне верила в битву экстрасенсов. Я реально думала, что все эти экстрасенсы обладают такими возможностями, что прям по фотографии рассказывают минуты последней жизни этих людей. Потом я в Ютубе наткнулась на видео, где вот это все показывают, доказательства того, что действительно это все просто подставы, это просто шоу. И становится грустно. Грустно от того, что тебя просто обманули. Я так обожала битву экстрасенсов. Я просто смотрела Каждый день в выпуске в Ютубе. Чисто мое мнение. Мне кажется, что скоро телевизор вообще никто смотреть не будет. Как бы это ни звучало в мою пользу. Конечно, блогеров тоже с каждым днем становится все больше. Но мне кажется, люди все больше и больше будут проводить время в Ютубе. смотреть какие-то сериалы, там, гиды онлайн и все дела. Если все эти передачи есть в онлайн режиме, там, не знаю. Зачем смотреть это все в онлайне? То есть зачем смотреть по телевизору? Мы с братом, например, под Новый год всегда смотрели «Один дома». И мы настолько ждали этот фильм. И прям, знаете как, каждую рекламу. У меня брат говорил «Айка, Айка, смотри!» Нет, у меня Айнур, Айнур, смотри, говорит, скоро будет «Один дома». Поставь, не знаю, будильник в телефоне. Будет «Один дома», мы будем его смотреть. Вот я такая думаю «Да-да-да, обязательно надо». И садились и смотрели этот фильм. Потому что другой возможности его посмотреть не было. И мы такой кайф ловили в процессе того, как мы смотрели. Сейчас все просто. Поставил паузу, сходил в туалет. Поставил паузу. Пошел в холодильник. В холодильник. Пошел на кухню. За едой. Заглянул в холодильник. Взял то, что хочешь поесть. И уже с едой такой. То есть, жизнь с каждым днем, мне кажется, становится лучше, проще для нас с вами. Мой дядя всегда говорил, что не бывает вечного бизнеса. Вот любой бизнес, он имеет, например, годы процветания и уже спад. И на самом деле это так. У него, например, был знакомый, который работал сапожником. Еще, он говорит, в 90-х там работал. Тогда это была максимально прибыльная профессия. И даже своему сыну он всегда говорил, что вот сапожник – это хорошее дело. Всю жизнь люди носят обувь. Всю жизнь она что-то там портится. И тебе вот хлебник. Кто тебя уволить не может, взял такую маленькую будку, сиди работай. А сейчас ты понимаешь, что обувь настолько дешево стоит. Порвалась, взял, выкинул. Купил что-то новое. И все. Например, та же бухгалтерия. Не знаю, вот на 100%, но говорят, что выйдут программы, которые упростят просто работу бухгалтеров. И получается, например, в компании работает 4 бухгалтера. Из них троих можно будет уволить. Единственная профессия, мне кажется… Ой, господи, что ж такое? Это очень вкусно. Так, единственная профессия, которая действительно двигается только вперед. И процветание сейчас в этой профессии, и мне кажется, всегда будет, это специалист IT-технологий. То есть информационные технологии сейчас на пике популярности в любой компании, в любой точке мира. Ты можешь найти себе работу, если ты хороший специалист. Я работала в одной из крупных компаний, и там IT-специалист зарабатывал в 30 раз больше, чем я. Где-то в 27 раз. Представьте, вот такая вот зарплата у человека. Поэтому и интересная работа, и хорошая зарплата. И вот ты выйдешь из этой компании, ты обязательно найдешь работу где-то в другом месте. Поэтому если вы поступаете, опять же, не знаю, не хочу никого отговаривать, но мне кажется, вот IT-специалист, это сейчас прям на пике. По-любому в любой компании есть эта вакансия. Или маркетинг, например, тоже. Я собиралась лобстера заказать себе, такого большого. Но я хотела заказать там же, где я заказывала осьминогов. Но осьминоги оказались настолько маленькими, что я, честно, испугалась лобстера заказывать, потому что он стоит недешево. А нужно пару взять их. То есть один лобстер будет маловато. Это получается один стоит две тысячи. А вдруг придет какая-то фигня. Обожаю я спайсы. Вот эти вот роллы. И сверху креветочка. Ой, прям нечто. Самое любимое. Поэтому, кажется, так. Помню, когда я поступала в универ, все вокруг мне говорили, ой, Айка, столько экономистов на рынке торгует. Иди в какую-то сферу, где мало людей. Например, в политехнический. Но я все-таки решила, что я хочу поступать именно в экономический. И я не жалею абсолютно. Например, врачом я бы никогда не смогла стать. И у меня среди подруг, знакомых, никогда не было там, не знаю, подруг, которые учатся в меди. У меня просто все мое окружение, все всегда учились в сфере экономики. Хотя, на мой взгляд, очень интересно, когда, например, вы с парнем разные профессии. Например, он стоматолог, а ты, например, архитектор. Или наоборот. Вот. Это очень интересно даже просто общаться, рассказывать про свои работы. Забываю макать. Но даже если не макаешь. Очень вкусно. Например, вот Айсель, она хочет просто иностранные языки поступить. И там уже потихоньку видно будет, куда она что. то, когда знаешь несколько языков, можно устроиться в разные места. Один килограмм просто идет на уран. Мне бы килограмм пять где-то вот тогда бы я была бы счастлива. Кто-то мне звонит. Редко беру с неизвестных номеров. очень редко. Потому что мало ли кто это может быть опасно. Можно было их сразу почистить вообще. Потом сесть кушать. посмотрите на эти глазки. Какой милый. Как только начали варить креветки, твикс сразу такой, что там вкусненькое. Я тоже хочу. Вот обожает этот пацан морепродукты. Роллы приедут. Все. Он бастует, что давай мне рыбку, которая на Филадельфии. И причем всю. Весь ролл мне не нужен, только давай это рыбку, которая сверху. Я его так избаловала, честно. Я прям теперь уже жалею об этом. Когда я твикса только привела домой, он ел все, что угодно. Вот все, что ты ему дашь, он ест. И свой корм ест. И там, не знаю, супчик какой-то. Чечевичный суп. Мы сидим, едим. Я даю твиксу. Твикс тоже с удовольствием ест. Сейчас он свой сухой корм не ест. Он только хочет рыбки, креветки, там свежее мясо и все дела. В сметанку. Да, я ему вроде тоже ест. Какая-то маленькая здесь затискалась. Сначала он был просто идеально. Он ел все, что ты ему дашь. В тот период мне парень говорил, что плохо не приучай. Давай ему только те вещи, которые он должен есть. Вот его корм. честно, было очень вкусно. Это просто обалдеть, как вкусно. И даже не чувствуется, что здесь килограмм, потому что очень много ушло на отходы. на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.